Друзья, я вас приветствую. Сегодня продолжим изучать язык программирования C Sharp. Напоминаю, что это уроки для начинающих разработчиков. В этом уроке будем говорить про логические ветвления, if, else и что-то такое с чему-то едят. Затронем тему типа, ну не типа тему, а типа boolean. Поговорим, что это такое и для чего это используется. В общем, переключаемся в Visual Studio, создаем новый проект и поехали. Итак, друзья, для чего нужны вот эти вот ветвления? На самом деле, ветвление это точка в программе, которая каким-то образом принимает решение, по какому пути программа дальше пойдет. Ну, то есть будет выполнена либо одна часть программы, либо другая. Это на самом деле одна из самых важных частей программирования. То есть, если вы напишите программу A плюс B равно 18, то A равно A плюс B равно C, то это будет у вас просто калькулятор. Вот когда вы начинаете в какую-то логику вписывать программу, то это будет уже программа. Но это моя сугубо личная точка зрения. Давайте начнем с того, что создадим переменную для примера, она будет называться A, и значение у нее будет равно 6. Также создадим переменную B, которая будет равняться 7, и создадим переменную, которая называется Result, и значение моё путем сложения A плюс B. Теперь я хочу вывести вот это сообщение, которое будет показывать информацию о том, что результат сложения больше 10. Ну, допустим, допустим, вот таким вот образом. Result из Great, ну, допустим, больше чем 10. Но в данном случае у меня это сообщение, естественно, сработает, потому что я вижу, что у меня 6 плюс 7 равно 13, и, в общем-то, это, естественно, больше 10. И, в общем-то, если я, допустим, поменяю на 1, то это мне сообщение тоже выведется, как вы видите, но это уже не соответствует действительности. Давайте сюда запишем вот это вот, как я уже говорил, через интерполяцию. Ну, давайте не будем использовать интерполяцию. Мы поставим вот такой формат Result, и запустим в 5, и смотрите, у нас получается Result 8, и это больше чем 10. Ну, на самом деле, это враньё, такого быть не может. Так вот, как раз вывести или не вывести это сообщение мы можем использовать логическое ветвление, которое проверит, если Result у нас больше 10, тогда вывести это сообщение. В данном случае я запускаю программу, и, как вы видите, я не вижу никакого сообщения, потому что это неправда, 8, не больше 10. И если я обратно поменяю на 6, запущу снова это приложение, то, как вы видите, 13 больше 10, и это как бы медицинский факт, если хотите. В общем-то, надо понимать, что у if принимает значение, то есть вот это вот значение можно вынести в определенную формулу, которую мы рассчитаем вот таким вот образом, и примем другой тип, который называется boolean, о котором я сказал. Ну, полностью он пишется boolean, а на самом деле есть такой альяс, ну, как бы ссылка на этот boolean, который можно сокращать. То есть bool и is true. Вот таким вот образом я назову его. И вот это выражение, которое мы рассчитывали раньше, я подставлю сюда, а в if поставлю is true. То есть на данный момент у меня программа никак не изменится, то есть она как работала, так и будет. То есть у меня будет увидено сообщение, 13 больше 10. Но надо понимать, что вот это выражение принимает boolean значение, то есть либо true, либо false, в зависимости от того, что попадает вот сюда в этот оператор, я, собственно, буду понимать, что у меня есть необходимость попасть в эту ветку, либо не попасть. То есть будет выведено сообщение или нет. Продолжая тему про if, надо сказать, что у if есть вторая часть, которая называется else, и работает она примерно следующим образом. Если у нас if, ну, в переводе с английского значит есть ли, то если у нас true, тогда выполняется вот этот блок кода, в противном случае выполняется этот блок кода, и давайте здесь мы напишем, что у нас less than, то есть меньше чем 10. В данном случае я запущу, у меня выполнится вторая часть кода, смотрите, у меня 8 меньше 8, и, соответственно, эта надпись появилась. Другими словами, вот в этой части приложения мы вычисляем true или false, ну, то есть мы определяем, какое значение получился в результате сравнения результата с цифрой 10, и в данном варианте оно возвращает false. И так как у меня if работает простым способом, если true, выполняется вот этот код, если false, ну, соответственно, выполняется вот этот код. И надо сказать, что оба они не могут быть выполнены по определению, и это и есть как бы логическое утвление. Другими словами, вы можете написать в любой сложности логику, которая будет на основании определенных параметров, выяснять true или false, и это может быть не только интовые значения, но и, например, давайте для примера еще что-нибудь напишем, ну, вот если вот это вот закомментировать, и, допустим, написать, допустим, стринговое сообщение, пусть оно называется message, и сегодня хорошая погода, ну, например, как вариант. И другими словами я могу сделать следующее. Если мой message, вау, что себе, если message, который я сейчас написал, его длина, как мы говорили раньше, больше, допустим, 10 символов, то я могу выдать сообщение, ну, допустим, message, ленг, г, г, таким вот образом, дрейта, что там, чем, что там, 10 символов. Таким образом получается, что мы, собственно говоря, выведем сообщение, а в противном случае можно написать еще и вот таким способом. если message, как там называется, то есть длина меньше 10 символов, то я могу выдать вот это сообщение и, собственно говоря, оно будет также работать, как и предыдущая конструкция, то есть будет выведен либо этот текст, либо этот, потому что у меня сравнение идет с одним и тем же на разных условиях. Но, смотрите, у меня здесь не подпадает значение равно, то есть если моя длина моего сообщения будет равна 10, то я не увижу ни это сообщение, ни это сообщение. И здесь, в данном варианте, давайте запустим, проверим. Смотрите, у меня больше 10, более того, я не просто хочу знать больше 10, а конкретную длину, пусть она выйдет вот таким вот образом подставляться. ну, смотрите, это сообщение я использую несколько раз, давайте положим ее в переменную, пусть она будет булева, ну, допустим, value, вот какой-то вот такой, и здесь я этот самый value буду сравнивать. То есть я, вместо того, чтобы рассчитывать несколько раз, вот как в данном варианте, здесь я немножко оптимизировал код, это на самом деле очень важная вещь, когда вы пишете уже готовый код к продакшну, то есть оптимизируйте должным образом, и это одна из тех вещей, которые нужно просто, просто нужно делать. Это будет и вам приятно, и тем, кто будет потом читать ваш код, тоже будет хорошо. Message, нет, сюда нужно написать 0 и выполнить это приложение. Ну, и как вы видите, я сейчас получил два сообщения. У меня value больше 10 и value больше 10. То есть я сейчас выполнил два приложения, то есть я выполнил одно вычисление, но использовал в двух, конечно же, это неправда, но я могу сделать другой вариант. Я могу поменять значение. В C-шарке существует специальный символ, который говорит о том, что нужно развернуть true на false или false на true. Обозначается он восклицательным знаком. И вот сейчас, на данный момент, я увижу только одно сообщение. Длина моего в хорошем смысле сообщение равна... А, я здесь написал true, да, здесь поэтому... Ой, непонятно, сейчас прошу прощения. Сюда нужно написать message len.gtfn. Ну, тоже можно его, кстати, не вычислять. Давайте прямо напишем красивый вариант программы и будем вот так вот напишем len. И здесь мы будем использовать этот вот len. то есть мы создали специальные переменные, которые будут говорить нам о том, что мы вычисляем и используем их на нескольких местах. Это будет вот таким образом. Давайте запустим. Ну, в общем-то, вот примерно оконченный вариант нашего приложения. Итак, для начала нам нужно определиться, что мы, собственно говоря, сделали. Мы определились переменной, которая имеет определенную длину, ну, в данном случае 22 символа. Мы создали переменную, в которой положили длину этого сообщения. Мы создали переменную, в которую положили вычисление, больше ли наша текущая длина нашего сообщения 10. И в двух следующих вариантах мы вычислили это значение, есть ли оно больше. И в следующем перевернули value в обратную сторону и сказали при помощи вот этого знака, что мы вычисляем меньше. Ну, и, в общем-то, мы понимаем теперь, что у нас message 22 символа это, естественно, больше. Ну, и надо сказать, что, как я уже сказал, у нас больше 10 и меньше 10 можно вычислять это как отдельное приложение. Ну, допустим, давайте сделаем value 1, value 2, здесь не меньше 10, здесь, соответственно, меньше, в смысле, 1, value 2, знак нужно убрать. и это будет работать таким же образом. То есть, мы увидим, ну, что будет, если мы доведем сообщение не больше 20, а, не больше 10, а равно 20. То есть, длине нашего сообщения. Мы, соответственно, не увидим ни то сообщение, ни другое. Запустили, пустота. И есть возможность у нас вот в этих знаках использовать так называемые ну, бульевые значения с включением в интервал. Ну, например, больше либо равно или меньше либо равно. Ой. Меньше либо равно. Ну, собственно говоря, обозначается на двумя символами больше и равно, а у меня студия превращает вот в такой красивый знак, который удобно читаемый. То есть, если я их вместе поставлю, то они, получается, разделены здесь в обратном порядке. Если я между ними поставлю пробел, то она превращается. Это нюансы отображения вижу в студию, но имейте в виду, что это два знака. Больше либо равно и меньше либо, собственно говоря, равно. Ну, и в данном варианте у меня, опять же, не будет выдано никакого сообщения. То есть, а, ну, в данном варианте я подставил равно и туда и туда, и теперь у меня попадают они оба. Вот такие вот ошибки нужно сразу отлавливать. И, собственно говоря, если вы сравниваете какое-то выражение с определенной суммой, нужно понимать, что вы, собственно говоря, сравните. Давайте уберем равно и нажмем F5 и увидим, что у нас плюлось одно сообщение, но оно немножко врет, потому что оно не больше, оно равно. И здесь у нас тогда тоже неправильный контент. И сюда нужно подставить, ну, то есть, теоретически, с точки зрения банальной эрудиции, мы должны создать еще одну переменную, переменную, но она даже должна быть не просто переменной, а она должна быть константой. И мы об этом, возможно, поговорим чуть попозже, то есть, константа, которая создается прямо разработчиком в процессе разработки и больше никогда не меняется, то есть, изменить ее нельзя. В данном варианте у нас это значение равно 22. Давайте придумаем название. Ну, допустим, то есть, она будет просто Valve, да, то есть, без какого-то индекса Value22 и, соответственно, мы тогда можем здесь написать Value, здесь мы можем написать Value, а вот здесь вместо 10 можем подставить как раз вот второй уже по индексу, это будет первый, второе значение будет вот так вот Value и, соответственно, здесь у нас будет тоже. Ну, это к вопросу о красоте кода, если хотите, про возможность его масштабирования, то есть, к чему я сделал вот эти вот все изменения. Ну, давайте запустим, проверим, что это работает. В общем-то, вот, наше сообщение меньше, ой, длина нашего сообщения 22, и это больше, чем 22. Ну, чушь на самом деле. Поэтому, опять же, нужно внимательно следить за тем, что, возвращаясь к вопросу, зачем я 22 вынес в отдельную логику, в смысле, в отдельную переменную и здесь ее подставляю, ну, все очень просто. Если у меня переменные меняются, как здесь, в одном месте, то я могу просто написать 23 и, собственно говоря, запустить приложение. И у меня оно не больше, собственно говоря, не меньше, оно у меня, ой, я ничего не поменял, да, 23, F5, вот, смотрите, то у меня уже появилось сообщение 22, меньше, чем 23. ну, и, как я сказал, в данном варианте у меня выпало сообщение, что оно равно, и, собственно, я могу это сделать, ну, другим способом, например, вычислить бул, value3, не это, а как раз равно, равно в булевом значении, то есть, значение true, false, вычисляется через двойное равно, и это будет, результатом этого операции, будет тоже булевое значение, то есть, действительно не равно. И, соответственно, я могу также создать еще одно выражение, которое говорит о том, что у меня из equal будет, ну, вот таким вот образом, и, если я запущу это приложение, ну, давайте поставим обратно 22, снова запустим приложение, ну, и, как видите, у меня сработал третий вариант, то есть, гибкость, которая позволяет делать C-Sharp, на данном примене, в частности, она очень большая, и, на самом деле, вот, все, что вы пишете в программах, так или иначе, будет связано с тем, что у вас нашлось, не нашлось, попало, не попало, соответствует, не соответствует, и вот это, собственно говоря, есть по большому счету программирование, когда вы заставляете на уровне программы принимать решения запрограммированные, ну, лично вами. Вот, наверное, дальше нужно продолжать. Мне бы хотелось сказать, что вот этот ELSE, тот самый, ну, смотрите, есть такая политика, опять же, к вам на будущее, что ELSE, как бы, уходит в небытие, потому что, собственно говоря, она не нужна, и я вот на данном примере показал. Если здесь у меня всегда TRUE или FALSE, то, то есть, два значения принимает переменная, может быть, TRUE, и тогда выдается вот это сообщение, то есть, вот эта вот строчка, есть ли FALSE, то вот это, но всегда логика обычно много сложнее, и в данном варианте я из всех вариантов, которые существуют при моем сравнении, обрабатываю обрабатываю каждый из них, естественно, предварительно, ну, в данном случае, рассчитав, я каждый из них вывожу сообщение, то есть, я твердо уверен, что у меня сообщение не может быть одновременно и больше, и равно, и меньше, поэтому сработает только одна, собственно говоря, из этих вот строчек, которые описаны вот в этих вот обведенных мной строчках. В общем-то, надо понимать, что вся вот эта программа, которая вы можете написать, она так или иначе зависит от логики и любое изменение может повлечь за собой определенные последствия, которые нужно просто учитывать, ну, написав правильный код, правильно, правильный код, если хотите, в общем-то, это будет большой, большим плюсом на вопрос касательно рефакторинга. Что такое рефакторинг? Это изменение кода без изменения функционала, то есть, когда вы делаете код красивее, как я сейчас показал на видео, то добавил одну перемену, вторую, подставил, дописал, по большому счету рефакторинг, и он ведет к простоте, и, собственно говоря, рефакторинг его одним из показателей должно быть то, что вы делаете код лучше. Ну, например, я поменял одну перемену, например, на 40, запустил, и у меня уже показывается другая. То есть, мне не нужно дописывать код, мне нужно всего лишь поменять одну перемену, которая является константой, которая может быть где-то загружаться в памяти, например, 12, то же ничего. И у меня программа работает. Вот я своим рефакторингом добился того, что у меня булевые значения обрабатываются одинаково правильно, вне зависимости от того, какая поступает перемена. Ну, это к вопросу о правилах хорошего тона, если хотите. В общем-то, на этом, наверное, давайте заканчивать. Будем делать уроки короткими. Пробуйте, пишите, и вам всего хорошего, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok